здравствуйте дорогие ребята дорогие студенты я в первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием всю свою жизнь как вот может быть из особенностей я всегда занимался спортом и мне кажется это как-то на меня повлияло помогло мне сформировать характер я 2006 году закончив изначально первую ступень образования колледж профессиональных технологий поступил в сибирскую автомобильно-дорожную академию и этим летом сломался позвоночник попал в коляску не буду рассказывать историю там моей жизни биографию которая была у меня до травмы это наверное в принципе в рамках нашего проекта не так интересно и вас уверяю там все точно так же как у вас в принципе тоже такое же счастливое доброе детство когда сама позвоночник жизнь конечно очень сильно разделилась я стал скажем так пытаться вообще разобраться что со мной случилось буквально через год через полтора люди начали удивляться то есть можно было часто увидеть такую картину у меня там в родных дворах то есть я там в компании с друзьями с ребятами на турниках меня подвешивают поднимают я вешу подтягиваюсь узнал какие есть виды спорта ну понимал что такие виды спорта как стрельба но это немножко не в моем характере до плавание это здорово но мне хотелось чего-то более такого задиристого более таким каким-то адреналином что ли и узнал что у нас буквально через какое-то время через несколько месяцев открывается секция паралимпийского фехтования когда я пришел в спорт поехали мы уже буквально через полгода на первые соревнования конечно это проиграл проиграл но одержал среди этих состязаний некоторые скажем так победы просто в поединках не уже тогда этого было достаточно моя жизнь кроме спорта продолжала развиваться так что я хотел и любил учиться я смог закончить сибирскую автомобильно-дорожную академию на специальность экономика и управления на предприятии серии автотранспорта и закончив сибади все таки я как спортсмен мне хотелось как бы развиваться и в этом направлении я поступил магистратуру в сибуф а вот смотрите по вашему мнению как вы считаете почему молодежь уезжает из города омска мы знаем да что это наибольшая проблема нашего региона как вы думаете на ваш взгляд чего не хватает молодежи или что нужно сделать власти чтобы молодежь оставалась посмотрите сейчас на принципе политику государства идет очень много именно проектов когда вы можете выиграть какие-то субсидии получить какие-то гранты вы должны стать максимально конкурентоспособными вы должны стать такими людьми за которыми наоборот будут уже где-то скажем так ваши работодатели бороться а для этого надо действительно иметь очень хорошие знания и быть серьезными специалистами у меня много друзей в омске которые остались и живут в омске у которых очень прекрасные зарплаты и очень высокий уровень жизни почему-то они никуда не уезжают они смогли это сделать здесь но наверное знаете я вам скажу какое качество присуще этим людям то те люди которые могут умеют бороться это те люди которые действительно себе уверен просто двигайте свою тему у каждого она своя сделайте так чтобы ваше хобби было вашей работой посмотрите ну я человек на коляске с инвалидностью а у меня так жизни получилось что я сумел даже буду в этой вот ситуации я сумел очень достойно живу и помогаю своим близким и родным людям заботюсь о своих родителях кормлю свою семью у меня есть все для того чтобы им помогать я готов я хочу я это делаю один за всех и все за одного но когда вместе мы сила поддерживать и друг друга вот сейчас у вас самое лучшее в жизни время желаю вам жизни что все хорошо сложилось и только добра и тепла спасибо